На неформальную встречу с главой района, которая проходила в стенах Виновской школы номер 9, были приглашены педагоги образовательного учреждения и детского сада «Лесная сказка». От этой встречи ожидаю получить какую-то интересную информацию, узнать о перспективах и, может быть, вопросы возникнут. Сергей Кошман начал встречу с главного. В этом году район претерпел серьезные изменения. Наполовину уменьшилась его территория. И, как следствие, бюджет, который, тем не менее, остался социально ориентирован. В районе продолжается строительство детских садов, школ, социальных объектов. Так, в городском поселении Видное в декабре будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. В 2013 году начнется реконструкция здания районного центра культуры и досуга. Предусмотрено возведение образовательных и медицинских учреждений в строящемся микрорайоне около деревни Тарычева и инфекционной больницы в Видном. Уже выдано разрешение на строительство школы на тысячу учащихся в шестом микрорайоне. Также будут капитально отремонтированы шесть детских садов и шесть школ. Будет построен корпус начальной школы при Видновском художественно-техническом лицее. Образование всегда было, есть и будет нашим приоритетом. Ежегодно финансирование составляет более 50% бюджета района. Если в 2011 году расходы на образование составляют 1,7 млрд рублей, то в 2012 году уже 2,2 млрд. Рырок полмиллиарда был сделан за один год. Создание достойных условий труда и жизни учителей, педагогов дошкольного и дополнительного образования – одна из важнейших задач. В школе должно быть 60 тысяч рублей. Моё железное принципиальное мнение. Мы уже сейчас его довели практически до 34-х полметровных. 36 тысяч рублей. В детских садах аналогично ситуацию поднимаем заработную плату. С первого года на 50% будет рост. Тоже беспрецедентный по своему инициативе. Это всё деньги налогоплательщиков, деньги всего общества. Чтобы их собрать, капитализировать и выдать, надо проделать большую и серьёзную работу. Но образование этого достойно. Мне кажется, что самое главное – это, прежде всего, повышение, конечно, зарплаты учителям в сфере образования. Это самое главное. Потому что, если будет заинтересованность людей, они придут и в школы, и в детские сады. В ходе собрания педагоги смогли задать свои вопросы руководителю районной администрации Сергею Кошману и главе городского поселения, видное, Сергею Троицкому. В основном они касались шестого микрорайона, где расположены образовательные учреждения. Это и увеличение количества автобусов 471 маршрута, и удлинение троллейбусной ветки к новым домам, и организация автомобильного движения в этой части города. Татьяна Акимова, Ия Адамия, Видное ТВ.